Ну и что ты тут чертишь? У меня гениальная идея, я придумал новое изобретение Ой, да ладно ты просишь, уже все давно за тебя придумано Так, Кать, ты покупаешь майонез и кетчуп в пакетиках? Ну, допустим, и... Ну а сколько обычно остается на стенках? Если сошкрябать со ста пачек, все остатки наверняка наберется целая Еще одна Отлично, и как ты собираешься сошкрябывать? Сошкрябывать не нужно, потому что нужно разрезать, можно еще испачкаться Берем просто два валика, прикрепляем ручку, засовываем пакетик Вот так вот крутим, валики выдавливают все содержимое и вуаля, готово Можно даже зубную пасту выдавливать, да что угодно, это же круто Максим, я сейчас, конечно, тебя огорчу Ну, вот такая вот штучка с валиками для майонеза, кетчупа Все серьезно? Все уже придумано Ой, а вот и продолжай, старайся, потому что каждый день появляются все новые и новые изобретения Люди придумывают иногда какие-то хорошие действительно вещи, а иногда вот весьма спорные Например, костюм швабра для ребенка Надеваете ребенка в костюм, он ползает и сам при этом убирает пол По-моему, он вообще гениальный Я тоже считаю, что это гениально, особенно так же, как трафарет для губ Специально для девушек, которые не могут, не знаю, трясущимися руками себе сделать Я считаю, что это вот очень полезная вещь, между прочим Да, сегодня говорим об изобретениях, полезных и не только И сами заново изобретаем велосипед А кому лучше не крутить педали, расскажут жители губернии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которые вообще не умеют на нем садиться, не знают, как это садиться Или на трехколесном только Больным Только здоровым людям Только те, у которых есть какие-то повреждения Детям маленьким Пожилым Опасно Еще А в общем-то всем можно У меня внук, он с трех лет на двухколесном ездит Каждый человек имеет право ездить на антипедах И это, я считаю, человек должен сам решать, должен он ездить на нем или нет Ну, наверное, у кого-то сердце волнует, я так думаю Или ноги ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, а ты чем сегодня завтрак? Как всегда, своими любимыми медовыми хлопушками с молочком Как мне повезло, я знаю один прекрасный факт, страх хлопушки Между прочим, изобрели хлопушки случайно И причем не повара, а доктора Еще в 19 веке владельцы одного санатория Как-то раз не успели приготовить для своих пациентов блюда из муки И срочно убежали по делам Мука, честно говоря, залежалась Но они все равно сделали тесто, которое в итоге скомкалось В отчаянии они это тесто пожарили И вуаля, получились хлопья Воздушные и хрустящие Массовое производство этого лакомства началось уже в следующем 20 веке Да, именно в этом веке также изобрели и компьютеры И кучу гаджетов для них Клавиатуры, мышки, подставки А один умерец даже придумал специальную палку Чтобы было удобнее нажимать клавиши контроль альдел Хотя я уж не знаю, что может быть проще сделать Ничего, это просто и гениально Как наша рубрика «Простые движения» Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Сильные мышцы пресса важны для каждого человека Поэтому мы покажем вам комплекс, который проработает ваш пресс Для тренировки вам понадобится небольшой мячик Округляем спину, уходим чуть-чуть назад Попеременно поднимаем левую ногу и правую Мяч двигается внизу Левая, правая еще Четыре, три, два Последний раз Отлично! Кладем мяч возле ног Зажимаем двумя стопами Уходим вниз, руки наверх На выдохе поднимаемся наверх Дотрагиваемся до мяча Вниз, выдох наверх Вдох, выдох Еще вниз, наверх Осталось четыре Выдох, три Наверх, два Последний раз Отлично! Поднимаемся наверх Берем мяч в руки Скручиваемся в правую сторону И ложимся вниз круглой спиной Поднимаемся наверх Снова в правую сторону И вниз, выдох Вправо Вниз, наверх Стараемся подниматься без рывков Еще четыре В сторону Три Выдох Два Последний раз И поменяем в сторону Вниз Вдох Выдох В сторону Еще вниз Еще вниз Три Четыре Осталось всего четыре раза Выдох Вниз Три Всего два Последний раз Ложимся вниз На коврик Поднимаем правую ногу наверх И тянемся руками Смечом К стопе И опускаемся вниз Выдох Вдох Поясницу от пола не отрываем Выдох Осталось четыре Вниз Три Вдох Два Последний раз Правая стопа вниз Левая наверх Продолжаем Еще восемь Семь Шесть Вдох Пять Четыре Три Два И последний раз Выдох Вдох Повторите этот комплекс Три раза Удачи! Сложно сказать Кто и когда Придумал велосипед Но старинные Велосипеды Выглядели Мягко говоря Странно И общее С современными Велосипедами Наверное Не было Это только Круглое колесо Да Первые велосипеды Были очень неудобные И зачастую Даже опасные Колеса конечно У них были Но вот не было Тормозов Иногда даже Не было седла Да и педали Крудились Непосредственно Вот на переднем колесе Однако Начиная с 1818 года 1818 года Этот механизм Постоянно развивался Усовершенствовался И сегодня Мы имеем дело Практически Наверное С идеальными Машинами Лигерада Наверное Неудобный И большой Достигает высоту Даже боюсь Это говорить 4 метра 40 сантиметров Чтобы на него Сесть Или спуститься Нужно использовать Специальную лестницу Представляешь Хотя Я бы посмотрел Как на таком велосипеде Покатается Какая-нибудь Хорошая девчонка В коротенькой Девчонке Но я про Лена Недялкова Конечно же Доброе утро Куберния С вами я Елена Недялкова И простые Но важные истины Людям в нашей стране Пока еще Сложновато Принимать Мысль о том Что отношения С противоположным полом Нужно Учиться И не тогда Когда уже Наделали кучу ошибок А заранее Чем раньше Мы начнем Интересоваться Темой отношений Тем больше Времени Чтобы осмыслить Полученные знания Что касается Взаимопонимания Я бы рекомендовала Не затягивать с этим И в полной мере Озаботиться данным вопросом На этапе Зарождения отношений И вот почему На этапе знакомства Партнеры максимально Заинтересованы в том Чтобы лучше Узнать друг друга Тут даже Принуждать учиться Никого не нужно Мужчины и женщины Сами задают вопросы И впитывают информацию Как губка Причины этому Две И очень весомые С одной стороны Каждому из партнеров Хочется произвести Конечно же Лучшее впечатление На предполагаемого Избранника А с другой стороны Кому захочется Ударить в грязь лицом У современной пары С осознанием позиции Гораздо больше шансов Не только Не развестись Через три года Но и создать Крепкие отношения Основанные на Взаимопонимании То есть умении Понимать себя В отношениях с партнером И что друзья Немаловажно Умение понимать партнера В отношениях с собой С вами была я Елена Недялкова Хорошего вам дня Больным диабетом Первого типа В среднем Ежегодно Приходится делать Около тысячи инъекций Инсулина Но Самое последнее Изобретение Поможет им Облегчить жизнь Да Умная таблетка Будет делать уколы Сама В ней будет находиться Вещество Которое при реакции С желудком Будет вкалываться В его стенки Сама капсула Как и все остальные Части Выполнены из Биоразлагаемого материала Ну а что не разложится Выйдет В течение нескольких дней Вместе с переваренной пищей Обещают нам разработчики Да Были проведены сотни испытаний И все они оказались успешными Слушай Прямо как с Грушинским фестивалем Вот сколько ни проводи А все прям успешнее и успешнее В плавних шорах Велигавая Застыло чутко Ай да выстрел Только повезло Опять не мне Вечере И над озером Летают утки Разжирели Утка осенью В большой цене Снова осень Закружила карусель Мелодий Поохочусь С ветерком По нотам прокачусь И сыграю Если я еще На что-то годен И спою вам Если я На что-нибудь скажусь Я помню давно Учили меня Отец мой и мать Лечить так лечить Любить так любить Гулять так гулять Стрелять так стрелять Но утки уже Летать так летать Я им помашу рукой Не жалею Что живу я часто Как придется Только знаю Что когда-нибудь В один из дней Все вернется Все вернется Обязательно Опять вернется И погода И надежды И тепло Друзей Так поскучаю Да, чтобы радостней Была минута Нашей встречи Она уже не за горой Так гулять Стрелять так стрелять Но утки уже Летать так летать Я им помашу рукой Как когда-то За лесой Гонялся Быстрый К речи Вот так и ныне Он свою добычу Сторожей Не прощайтесь Лиха беда начала Говорю я вам До скорой встречи Все вернется Ребята Все вернется А вернется Значит будем Не прощайтесь Говорю я вам До скорой встречи Все вернется А вернется Значит будем жить Я помню Давно Учили меня Отец мой И мать Лечить Любить Гулять Стрелять Так стрелять Но утки уже Летать Высоком Летать Так летать Я им помашу рукой Летать Так летать Я им помашу рукой Летать Так летать Я им помашу рукой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас сегодня в студии Павел Кедрин, кандидат в мастера спорта по велоспорту, дисциплина велоспорт-шоссе. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня уже затронули тему эволюции велосипеда. Расскажите вот о тех моделях, на которых вы соревнуетесь. Наверняка это какие-то невероятные обтекаемые там свойства и вообще супер машины. Да, это на велоспорт-шоссе используются шоссе-нелосипеды. Они легкие, у них тонкие рамы, специально обтекающиеся вилки, чтобы меньше было сопротивления с ветром, больше скорости. А костюм тоже нужен какой-то специальный? Да, конечно. У нас специальные костюмы, которые облегают тело, чтобы было меньше сопротивления. А защита какая-то есть у вас тоже? Защита. Используется шлем, очки, ну и перчатки. А это обязательно, как у мотоциклистов или по желанию? Ну, велоперчатки по желанию, но в основном их многие используют. А как долго длится гонка? Я так понимаю, что перчатки нужны, чтобы не натирались руки? Не натирались руки, да, а при падении они защищают ладони. А часто падают вообще в велосипедисты гонки? Больше падают в групповых гонках. Больше падают после, например, доехал уже и упал. А там толкаются прямо друг с другом или нет? Да, бывает. Бывают толкания, да, потом завалы. Это запрещенный прием или можно, вот честно, толкнуть соперника, которого обгоняешь? Ну, вообще за это могут оштрафовать, но если никто не увидит. Тихонечко, но можно, да? Ну да. А вот сколько длится такая гонка? То есть сутки она может продлиться, там час? Может, от часа и больше, там, профессиональные гонки, к примеру, Тур-де-Франс, они вообще многодневные. А вот у тебя в практике самая длинная твоя гонка сколько заняла? Ну, может, полчаса. Полчаса? Ну да, потому что у нас не было таких длинных гонок в Самаре. А какие соревнования вообще в Самаре проводятся? В каких удавалось поучаствовать? И есть ли какие-то планы поучаствовать в том же Тур-де-Франс, например? Ну, в Тур-де-Франс, наверное, нет. А в Самаре участвовал в разделке, то есть это гонка с кандикапом, то есть отпускаются по одному гонщику через определенное время. Были групповые гонки, ну и также гонки на горном велосипеде. Что сложнее? Когда ты едешь один, когда ты едешь группой или когда у тебя такая... Группой легче. Группой легче? Группой легче, да. Чувствуется какая-то поддержка или... Потому что, когда едешь группой, можно как бы там сесть за другим велосипедистом. А, чтобы тебе получается воздух, да? Да, чтобы было легче, да. Сесть прям на его велосипед. Поехать. А вот мне интересно узнать подробнее о сидениях. Многие очень жалуются, что вот, мне кажется, как раз из велоспорта пошла мода на эти тонкие узкие сидения, которые вот и неудобные натирают. Долго ли к ним привыкаешь? И вообще зачем они такие? Привыкаешь к ним. Да, почему не кресло с ручками там? Привыкаешь к ним недолго. Такие они по форме для удобства. Для большей скорости, да, для оптикальности? Да, для правильной посадки, для большей скорости. И получается в велоформе там используется специальный памперс из поролона. Ага, вот оно что. Вот о чем нам не сообщают, когда мы покупаем велосипед в магазине, что памперсу нужны еще. И поэтому сидение не такое жесткое. Угу, фитро. Что вообще самое сложное в спортивной гонке? Самое сложное, наверное... Физическая нагрузка или может совладать с эмоциями? Вот, совладать с эмоциями, то есть чтобы дойти до конца и крутить педали со всей скоростью до последнего. Ну а что вообще сложного? Ну то есть ты по идее сидишь, крутишь педали, наслаждаешься. Ты едешь, кайфуешь, хорошие виды, что сложно? Быстро перегореть, ноги устают, жажда мучает. То есть какие вот основные трудности испытываешь во время вот... Преодолеть себя. Преодолеть себя? Сейчас тогда легко. Преодолеть себя, чтобы идти до конца и бороться с другими соперниками. Сколько и как нужно готовиться к гонке? Вот мы узнаем, что там через три месяца гонка. Что делать? Как готовиться? Ну... Бамперсы, во-первых. Это закупать. Ну, специальная программа на тренировках. То есть отрабатывать какие-то участки, чтобы не было ошибок на гонках. Какие участки? Ну, к примеру, там какие-то бывают сложные повороты там. Или наоборот, то есть тренироваться так, чтобы быстрее стартовать. Ну, то есть участники знают о конкретной трассе заранее, правильно понимаю? Ну, да. И есть возможность поехать и на ней тренироваться. А есть ли какое-то ограничение? Или, в принципе, я могу круглосуточно просто не вылазить с трассы, изучить ее досконально и прийти первым? Или каждому дается там по часу в день? Нет, это не принципиально. Можете там всегда кататься. Подготовка и подготовка. Расскажите, а как нужно велосипед готовить? Есть же такая история, да, что готовим и велосипед вместе с самым гонкой? Да, да, есть такое. Ну, прочищать, смазывать, настраивать переключения. Прирассматривать колеса, то есть чтобы все хорошо, идеально работало. А в разных гонках разные велосипеды используются? Или всегда на своем одном железном коне? Нет, бывают гонки, где используются специальные велосипеды. Но это какие-то горные или в каких именно? Почему нужны другие велосипеды в этих гонках? Ну, к примеру, вот есть велосипеды такие разделочные. Они суперлегкие, у них другая форма. И у них есть специальный лежак на руле. То есть другая посадка. Это для долгих, да, гонок каких-то? Это для более длительных гонок, да. И для... Как раз я вам рассказывал, гонка-разделка, то есть с кандикапом. То есть отпускают по одному. Для этого. Понятно. Мне кажется, сегодня укунили за один велосипедный мир. Да. Сразу захотелось покрутить педали. Кто-то еще? Были бы фотографии, можно было бы... Ну, тогда уже в следующий раз. Ну, а пока что мы прервемся и совсем скоро вернемся снова в нашу студию. Доброе утро, губерния! Сегодня мы изобретаем велосипед и не только. Зачем? Чтобы сделать нашу жизнь еще проще и увлекательней. Как известно, с экологией на нашей планете ситуация так себе. Начиная с 2011 года ученые из разных городов мира пытались создать искусственные листья, способные очищать воздух и даже вырабатывать топливо. Но такие прототипы могли работать только в лаборатории. А совсем недавно исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго внезапно объявили, что созданная ими версия искусственных листьев способна превращать углекислый газ в кислород и даже вне лаборатории. Да. По словам исследователей, искусственные листья очищают воздух в 10 раз, представляешь, лучше, чем живые растения. Если из них сделать небольшое дерево из 360 листьев длиной всего лишь 170 сантиметров и шириной 20, оно сможет вытянуть 10% углекислого газа в радиусе 100 метров. Я считаю, что в Самаре такие деревья просто необходимы, но им нужно добавить функцию всасывания пыли еще, потому что невозможно ходить по улицам. Ну, если ты хочешь спастись от пыли, езди на трамвайчиках. Тем более, что в Самаре запустили специальные музейные трамваи, на которых нанесут логотипы музеев с их адресами и хэштегом «Ночь музеев». Сейчас организаторы разрабатывают концепцию рисунков, которые нанесут на трамваи, а и также обсуждать дату запуска. Сама «Ночь музеев» состоится 18 мая. Ну, и возвращаемся к теме изобретательства. Вот кому постоянно приходится что-то заново изобретать, так это авиамоделистам в погоне за тем, чтобы их модели самолетов летали все выше и все быстрее. В столице Кабардино-Балкарии в Нальчике завершился чемпионат России по авиамодельному спорту, где Антон Зиновьев, наш земляк, стал вице-чемпионом России среди юношей, а его преподаватель вошел в пятерку лучших. Теперь наши авиамоделисты готовятся к очередным стартам, так как Антон Зиновьев вошел в состав сборной России, которая принят участие в следующем году в чемпионате мира в Македонии. Ну, а кому не стоит садиться на велосипед, и лучше просто махать ручкой вслед спортсменам, расскажут наши жители губернии. Которые вообще не умеют на нем садиться, не знают, как это садиться на двух, или на трехколесном только. Больно. Только здоровым, друзья. Только те, у которых есть какие-то повреждения. Детям маленьким. Пожилым. Опасно. Еще. А, в общем, всем можно. У меня внук, он с трех лет на двухколесном ездит. Каждый человек имеет право ездить на мультипедах, и это, я считаю, человек должен сам решать, должен он ездить на нем или нет. Ну, наверное, у кого сердце волнует, я так думаю, или ноги. Макса, ты водишь машину? Ты знаешь, вот права есть, а машины нет. Ну, а скоро появится такая машина, которую не нужно водить, и права в ней будут не нужны. Да ладно. Ну да, в Москве и в Казани в мае собираются запустить беспилотные такси. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. На первых этапах за рулем будет находиться испытатель, который в случае опасности сможет взять управление на себя. Но разработчики надеются, что автомобили станут максимально самостоятельными, и на их основе можно будет создать сервисы беспилотного такси и грузоперевозок. Вот интересно, когда-нибудь беспилотные велосипеды появятся, потому что Лена Недялкова до сих пор по старинке педали крутит. Кажется, в Самаре разыгралась по-настоящему весенняя погода, и пора открывать велосезон. Сегодня я прилипну с вопросами к директору «Вело Самары». Роман Еремкин крутит велосипедные педали всю сознательную жизнь. Поменяв около 10 велосипедов, пройдя не одну суровую самарскую зиму на двух колесах, казалось бы, летнего транспорта, знаешь наверняка, какие велосипеды самые удобные. Велосипед, во-первых, нужно сначала понять, для каких его целей брать. То есть, рукавы, это понятно, БМ-экстериалы. Если по городу ездить в короткие дистанции от дома до работы, кому-то хватает круизера, ситибайки его называют. Для тех, кто все-таки хочет еще выезжать в парки, лесопарк, в Духилиш, за Волгу съездить, то здесь уже все-таки горный велосипед. Все, что для своей безопасности, это звуковой сигнал, это фары, передние, задние, при том, есть еще дополнительное зеркало с задним видом, чтобы контролировать, что сзади происходит, потому что это спасало ситуацию от тех водителей, которые не успевали вовремя остановиться на светофоре. Поделитесь нашими телезрителями своими топ-3 места в Самаре, где можно и нужно кататься на велосипеде. Это все-таки лесопарк Дубки, потому что через него можно выехать к берегу Волги, на высокую гору, ну, Лысая гора называется, и наблюдать весь остальной город, в том числе, кстати, салют, хорошо смотреть, когда весь город наполнен людьми. Плюс это лесопарк 60-летия советской власти, там достаточно хороший рнев, позволяет, ну, вот, лично для меня потренироваться технику владения велосипедом. Ну и в прогулочном формате это, конечно же, набережная. Главное правило на набережной для велосипедистов не нервничать, а для пешеходов освобождать дорожки для спортсменов. Есть момент, когда пешеход идет по велодорожке, не нужно на него там орать, там сигналить усердно, можно голосом просто попросить культурно. Во-первых, и человек уважительный к вам тоже будет в ответного относиться, и запомнит, может, даже к тому же, и тем более уже уступит дорогу. Еще ни разу на мою просьбу освободить велодорожку кто-то встал в позу и сказал, нет, ты не пройдешь. Конечно, всегда нужно помнить правила дорожного движения и не забывать, что приметная одежда – залог безопасности на дороге. Елена Недялкова, Виктор Соколов, «Утро губерния». А у нас в студии Алексей Транцев, директор Инклюзивного ресурсного центра, и Ксения Никишина, пресс-секретарь Инклюзивного ресурсного центра. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вы занимаетесь очень важным проектом «Инклюзивное движение России». Не могли бы подробнее об этом рассказать? Конечно. Ну, во-первых, если речь идет про общественные проекты и про инклюзив, значит, это к нам в ресурсный центр. Мы его создали, апробируя практики и технологии современных молодежных мероприятий с 2014 года. И они оказались востребованы по всей стране, поэтому в 2018 году появилась идея создания первого в России молодежного инклюзивного центра полного цикла, куда может прийти человек, недавно получивший инвалидность или с ней родившийся, и пройти профориентацию, участвовать в культурно-развлекательной программе, в декоративно-прикладном творчестве, в театрах. В общем, найти себе дело действительно по душе, чтобы вместе с сверстниками без инвалидности действительно активно проводить время, развиваться и найти себя в жизни. Об этом, в общем-то, и проект «Инклюзивное движение России». Он включает в себя всю страну. Здесь, в Самарской области, мы проводим основное количество мероприятий, охватывая все районы города Самара. В другие регионы мы выезжаем с нашими тренинговыми программами с самарским опытом и привозим стажеров из всех федеральных округов, которые у нас обучаются, как правильно должен работать инклюзивный коллектив, где есть люди с разными, в том числе и достаточно тяжелыми формами инвалидности. Ну и поэтому, я так понимаю, что они потом приезжают в свой город и уже там разворачивают такую активную деятельность. И делают такую же команду по образу и подобию Самарского центра, верно? А вы помогаете каким-то конкретным людям только, которые к вам приходят в центр? Или у вас какие-то проекты есть, например, по улучшению города? Потому что ведь не все автобусы или какие-то места оснащены пандусами, да? Не все могут покататься на велосипедах, например. Может быть, помогайте закупать эти велосипеды, чтобы все могли кататься. Мы сегодня как раз про велосипеды говорим, потому что... Слушайте, ну, в первую очередь у нас, конечно, история про общественные проекты, про волонтерские практики, про социальную реабилитацию. Но, тем не менее, понимая, что проблем много у людей с инвалидностью, в том числе и транспортных, особенно у маломобильных категорий, мы стараемся хотя бы немножко работать и по этим направлениям. Давать консультации по безбарьерной среде, выезжать на объекты и стараться давать какую-то экспертизу доступности, пусть даже это наши с точки зрения, так сказать, пользователей. Вот, например, в прошлом году и на Самаре-арене были, и на фан-зоне работали, и все остальное. И мы даже открыли в Поволжье, вот, единственный в нашем федеральном округе высокотехнологичный пункт выдачи современной инфотехники. Любой человек с проблемами с позвоночником, кто не может ходить своими ногами, может обратиться к нам и получить дорогую электрическую коляску, либо другую инфотехнику к себе в пользование. Понятно, что на короткий срок, то есть мы не выдаем на годы, мы выдаем конкретно под события, мероприятия. Вот, хочет, например... На чемпионат мира, например, попасть. На чемпионат мира попасть, девушку на свидание пригласить, на послание губернатора сходить, пожалуйста, к нам. А вот мы сегодня говорим про инновации, как раз про технику. Какие виды инфотехники вообще существуют? Они обычно подразделяются под сами формы ограничений. Ну, вот, к примеру, у меня протез руки, это тоже инфотехника. Есть коляски, есть специальные для слабослышащих, для незрячих специальные программы. Плохо то, что инфотехника часто очень дорогая, то есть это просто закон рыночной экономики. Чем меньше производится изделие, тем выше стоимость каждого изделия. Например, вот этот протез, хотя он достаточно прост по технологии, стоит миллион триста. Ксения, расскажите, а сколько еще у вас человек в вашем центре работает, кто приходит? На самом деле в центре у нас не очень много, у нас такая команда мечты, что называется. Приходят к нам люди разные, мы ведем, например, консультации по социальному проектированию. Соответственно, люди, которые хотят делать свои проекты, могут обратиться к любому за консультацией с членов нашей команды. Будь то Алексей, будь то я или организатор наших мероприятий, тот же человек, который отвечает за инфотехнику. Мы всегда открыты для общения, то есть на эти консультации можно записываться в нашу группу ВКонтакте. Инклюзивный ресурсный центр мы ждем. Также хотелось бы, наверное, сказать в связи с приближением лета, что скоро мы ждем всех на нашей площадке инклюзивного городка. Регистрация уже стартовала, активно ждем заявки и в соответствии с этим понимаем, что проектов, может быть, много и они будут сложные. Мы готовы идти навстречу нашим участникам и помогать им вести эти проекты до самого форма, то есть до самой защиты. Проявку сейчас говорим, правильно? Да, правильно. Ну, учитывая то, что заявочная кампания стартовала, мы сейчас привлекаем активно молодежь на нашу площадку и мы ждем ее со всех регионов ПФО. Наверное, можно сказать, что мы ждем абсолютно разную молодежь, учитывая то, что мы безбарьерная площадка на этом форуме, наши участники имеют возможность участвовать во всех других сменах. Просто мы... Во всех направлениях. Да, во всех направлениях, которые существуют на Иволге. И мы, конечно, очень рассчитываем на самарскую делегацию, чтобы она будет сильной, успешной и, конечно, будет выигрывать гранты, чтобы делать социальный проект у нас на территории Самарской области. Так что всех призываю, равно как и молодежь без инвалидности, которая хочет участвовать и делать инклюзивные проекты. Вам мы тоже готовы помочь. Расскажите, вы же сами тоже выигрываете гранты наверняка, да? Да. Приходите. Расскажите, как происходит. Скромно скажем. Ну... Легко просто. Так получилось, что усердным трудом и обучением мы стали одной из ведущих организаций по социальному проектированию, по инклюзивным практикам в стране. И на тот же фонд «Переминский грант» мы подавали заявку 9 раз. Первые 5 проиграли. Вот это нормальная, обычная история. Нужна практика, да, в подачи грантов. Потом уровень мастерства достиг такого типа, да и практики наработались. И слово «инклюзия» стало популярным, что последние 4 гранта мы выигрываем. Сейчас как раз делаем инклюзивное движение России, поддержанный фонд «Переминский грант». различным социально-ориентированным бизнесом, что самарским, что федеральным, правительством региона и многими другими игроками, которые, во-первых, по-человечески сильно помогают, а во-вторых, предоставляют ресурсы для организации мероприятий. Но правильно то, что вот работа с инклюзией, она как бы все больше и больше набирает популярность? Абсолютно верно. Вплоть до того, что сейчас практически все называют инклюзивным. Ну, знаете, это такая волна файпа пошла. Да, вот. Если приехал один человек с инвалидностью на стадион Самара-Арена на матч «Крылья-Сайта», значит, матч инклюзивный. Все. Это, конечно, пройдет. Есть очень много слабых проектов, в принципе, социальных, которые не инклюзивные, но просто направлены на реабилитацию или на повышение понимания инвалидности. Рыбалка без границ, кино без барьеров. Это замечательный неинклюзивный проект, направленный на помощь людям с инвалидностью. Они работают нисколько не хуже. Отлично. Ксения, какие планы у вашего центра? Скажите. Планы у нас, как всегда, грандиозные. Помимо проекта «Инклюзивное движение России», мы постараемся в своем городе развивать инклюзивное движение. И сейчас у нас идет театральный год, поэтому мы решили подключиться к этому процессу и приглашаем наших участников и движения, и, в принципе, новых людей, которые хотят влиться, посещать спектакли, потому что мы считаем, что театр доступен для всех. И Самарты вышел с предложением с нами посотрудничать. Согласились, конечно. Нет, это обоюдный был процесс, просто мы решили, что театр должен быть доступен для всех, и сейчас мы активно в нашей группе разыгрываем билеты и призываем приходить. И на собственном примере показывать, что театр действительно для всех, то есть нет такого, одним можно, а другим нельзя. То есть театр доступен именно технически. И, в принципе, если кому-то нужна инвотехника, здесь, опять же, включается этот процесс. Мы предоставляем технику, чтобы люди спокойно могли прийти и насладиться культурой. Надеемся, что и другие театры и культурные площадки последуют этому примеру. Если немного билетов выделять на людей с инвалидностью, особенно если есть понимание, что вот здесь вот зал будет недозаполнен, то это будет серьезное подспорье и развитие для этих ребят, особенно для тех, кто из дома очень часто просто не может выйти. Под такое культурное событие мы, конечно, здесь поможем, и кто знает, может быть, это, в принципе, изменит жизнь этого человека. Спасибо большое. Желаем вам, Екатерина, искренних успехов в вашем, наверное, все-таки непростом деле. А мы вам. Спасибо. Спасибо. А мы продолжаем крутить педали в сторону театра и с репортажем о свежей премьере Елены Шишкиной. В театре «Самарская площадь» представили нестандартную версию гоголевского ревизора. Мы посмотрели на пьесу «Гоголь», что называется, с обратной стороны Луны, то есть с другой стороны этой пьесы. Я предложил ребятам разбор и логическое решение такое, что Хлестаков в нашей версии действует необычной логикой. Вот так. Рассказывать не могу, понимаете? Потому что это самое вкусное для зрителя – прийти и разгадывать во время спектакля сюжет, который мы ему предложим. Питерский режиссер подчеркивает, что не стремился поразить всех своих оригинальным видением, но лишь следовал за автором. Сам Гоголь, он неоднократно писал в дневниках, записях тем, что он очень недоволен постановкой своей пьесы в Александринском театре, потому что его героев сделали дураками. Вот самое, наверное, важное и главное, то, что я пытаюсь выбить из себя в первую очередь, это представление о том, что эти люди глупые и что это персонажики. То, что увидел зритель на премьере, меньше всего похоже на бытовой водевиль, который мы воображаем, когда слышим слово «ревизор». В постановке приглашенного режиссера он обрел графичность и минимализм, которых мы не ждем от давно знакомой пьесы. Я лишил артистов реквизита, предметов, оставил их наедине с текстом, да, и нет никаких бытовых мизансцен, как вы видите. Для артиста в Самарской площади эта работа стала не только смелым экспериментом, но и в первую очередь ценным опытом сотрудничества с режиссером, который уже известен по нашумевшим постановкам в Петербурге и по России. Нет, нет, конечно, не пожалели. Мы же не брали темную лошадку, мы увидели спектакль, поэтому позвали. Евгений Борисович потом посмотрел несколько спектаклей, и мы еще по видео тоже посмотрели. Но вот в таком ключе, Роман сам признался, он делает впервые, вот в такой вот строгой очень форме, он делает впервые с нашим театром. То есть это не какие-то наработки, которые он повторяет, он сочиняет здесь и сейчас именно с нами. Театр Самарской площади обещает вскоре снова вернуться к классике. Его художественный руководитель Евгений Дробышев в год своего юбилея планирует замахнуться на вильма нашего Шекспира. Елена Шишкина, Роман Апарин, «Утро губерния». Для всех велосипедистов и невелосипедистов наш гороскоп. Итак, Овны, сегодня какой-то просто замечательный день. Все происходит будто само собой, без усилий с вашей стороны. Угрюмый коллега почему-то улыбается в ответ на приветствие, болтливая соседка по офису наконец-то занимается делом, а вы услышите долгожданный звонок от человека, который вам дорог. Гарри Поттер, вы наш. Тельцы, вам следует опасаться крупного обмана. Притом в той области жизни, которая никак не вызывала подозрений. Пугаться не стоит, просто будьте повнимательнее. Близнецы, пора начинать потихонечку мечтать о выходных, даже несмотря на то, что всего лишь понедельник. Хорошо бы заодно мечтать еще и солнечную погоду, без которой настоящего прогулочно-шашлычного уикенда не получится. Раки, свежий воздух вам необходим как воздух. И пусть это тавтология, тут уж не до грамотности. Вы абсолютно пролетаете мимо весны со всеми ее прелестями, включая запах свежего ветра и тичий щебет. Отсюда и ваша низкая работоспособность. Быстро на улицу. Львы, вы давно ждете и никак не можете дождаться важного события? Попробуйте смоделировать его в своей голове со всеми подробностями. Не исключено, что совсем скоро оно произойдет, причем именно по вашему сценарию. Девы, вы так привыкли обороняться, что совсем закрылись, как улитка в своей ракушке. Пора выбираться на свет божий и не пугаться стремлению других людей пойти вам навстречу. Весы, вы любите принимать гостей, но кажется, сегодня они могут нагрянуть в неурочный час? Ну не выгоняют же людей, угостите их, чем бог послал, и не парьтесь. Скорпионы. Скорее всего, вечер будет интереснее, чем утро. Под конец дня судьба заготовила парочку приятных сюрпризов. Скажите ей спасибо и готовьтесь их принять. Стрельцы. Вам не дает покоя какая-то раздражающая ситуация, и повлиять на нее вы не можете. Лучший способ – мысленно представить, как вы будете вспоминать о ней года через три, и будете ли вообще. Представили? То-то же. Козероги. Смелость города берет, а уж какой-то там звонок по важному делу и подавно. Перестаньте смущаться, скорее набирайте номер. Ваш мобильный не кусается, надеемся, и абонент тоже. Водолеи. Вы позволяете себе излишне интересоваться финансовым благополучием коллег и друзей, и очень мало делаете то же самое для себя. Но попробуйте сделать по-другому. Деньги любят не только счет, но и заботу о себе любимых. Рыбы. Наконец-то вы довольны собой и своей жизнью. С вами это случается не так часто. Сохраните это прекрасное ощущение хотя бы до планерки в следующий понедельник. На этом все. С вами был Максим Полагнюк и Катя Перка. Пока-пока. Пока. Слушай, Кать, а ведь все изобретатели патентуют свои открытия. Ну, должны патентовать, если хотят иметь на них права. А кто-нибудь патентовал патент? В смысле? Ну, если запатентовать патент, тогда все изобретатели будут платить тебе деньги. Ну, то есть ты такой заявляешься в патентное бюро и заявляешь, что теперь они должны платить тебе деньги просто так. Ну, гениально. Точно. Пойдешь со мной? Конечно. И свою машинку для сарказма прихвачу. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. 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 Продолжение следует...